Президентские выборы в США стали чуть ли не темой номер один в американских мультиках для взрослых. Создатели придерживаются определенных взглядов и не стесняются вкладывать в уста своих персонажей откровенную пропаганду. Гриффины, например, либералы чистой воды. Вся семейка Симпсонов это стопроцентные консерваторы. Ну а герои Южного парка – либертарианцы. В разное время во всех трех мультфильмах критиковали Билла Клинтона, Джорджа Буша и Барака Обаму. Не стали исключением и участники очередной президентской гонки Хилари Клинтон и Дональд Трамп. Я не могу, я не могу. Вирусный ролик «Звонок в три ночи» набрал сотни тысяч просмотров на Ютубе за считанные часы. Марч Симпсон объявляет Гомеру секс-бойкот до тех пор, пока не определится, за кого голосовать на выборах. По телевизору пародия на предвыборный ролик Хилари 2008-го. Якобы в ночи к телефону в Белом доме бежит Билл Клинтон, но на том конце провода зовут его жену. Алло, оперативный штаб? Скоро буду. О-о-о. Да, с этого момента звонить будут только мне. Одна бродская фраза, вот вам и вся презентация Клинтон. Зато по Трампу создатели сатирического мультика проехались от души. Республиканец читает на ночь речи Гитлера и требует распустить НАТО. Позже к нему приезжает команда стилистов, которая несколько часов наносит Дональду автозагар, вкалывает ботокс и приносит ему собачку в качестве парика. Все, я наконец решилась. Ты тоже, я думаю? Да, конечно. Я проголосую за Трампа, верно? Если это твое решение, то я сомневаюсь, что мы когда-либо сможем быть вместе. Вот так я и стал демократом. В другой серии Гомер оказывается возле скандального республиканца, засматривается на его прическу и проваливается в параллельную реальность, не иначе. Путешествуя по волосам Трампа, Симпсон видит будущее Америки. Все заполонили обезьяны, а статуя свободы разрушена. Ну а что до политики в целом, Гомера и вся его семья не прочь подколоть либералов. Либералы? Как же я их ненавижу! Либералы хотят в нашей стране долгих лет процветания. Я либерал, и хоть повесьте меня. Гриффины тоже не остались аполитичны. Мультсериал Сета Макфарлейна пошел дальше всех и простебал Трампа в письмах, адресованных участникам Эмми. Им на электронку пришла картинка с Питером Гриффином, загримированным под кандидатов президенты. Сверху надпись «Пока мы голосуем за тупых пустозвонов, можно я получу Эмми?» Листовка вызвала скандал, сторонники Трампа даже потребовали закрыть проект. Ну а что же либертарианский южный парк? Его создатели принадлежат к разным партиям. Поэтому высмеивают Стоун и Паркер не столько кого-то конкретного, сколько всю политическую систему США. Трампа всерьез они не воспринимают, называя маргинальным кандидатом. На экраны даже вышел эпизод, где республиканца изнасиловали и убили. Трамп якобы пытался стать президентом Канады, но ему не повезло. Клинтон повезло больше. В одной из серий 11 сезона у нее, пардон, в трусиках, в спецслужбе обнаружили мини-ядерную бомбу. Наталья Бухмина, Live.